Всем привет, с вами Hi-Tech Mail.ru. Сегодня знакомим вас с одним из самых продаваемых смартфонов в мире Xiaomi Redmi 2. Пройти мимо такого бестселлера мы конечно же не можем, тем более стоит он всего 120 долларов. И нет, у нас не старый маленький экран и не no-name процессор, как вы могли подумать. Понятно, что за такие деньги глупо надеяться на тончайший корпус из стекла и металла. Как впрочем, не стоит ждать и запредельных характеристик. Redmi 2 это типичный смартфон среднего класса, но совсем не дешевый на вид и не из маркового глянцевого пластика, как любят некоторые бренды. Спереди стекло Gorilla Glass 2, сзади белый матовый поликарбонат с бархатистой текстурой. Материалы нам понравились, держать в руках приятно. Redmi 2 получился компактным. Для Xiaomi это начальная серия смартфонов, так что экраны используются небольшие. В данном случае это HD матрица диагональю 4,7 дюйма. Задняя панель съемная, за ней прячется съемный аккумулятор, а также мы видим место под две сим-карты формата micro с поддержкой 4G и слот для карты памяти. Что приятно, у Redmi 2 непривычный для китайцев Mediatek, а вполне современный 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 410 с ускорителем Adreno 306. Мы привыкли тестировать флагманы, так что нас трудно удивить скоростью работы, но те, кто покупал смартфоны за 5-6 тысяч рублей, будут довольны. Со временем автономной работы все среднее. Нехорошо и неплохо. Аккумулятор на 2200 мАч, небольшой экран и экономичный процессор. Позволяет смартфону работать сутки в интенсивном режиме и дня полтора в среднем. Камера 8-мегапиксельная. Вроде ничего особенного, но настройки алгоритмов съемки нам понравились. Можно получить вполне приличные снимки днем и вечером. Ну а ночью на большинство смартфонных камер лучше вообще особо не надеяться. Смартфон работает под андроидом. Правда, за фирменной симпатичной оболочкой MIUI 6 его не узнать. Система работает быстро и плавно, лаконично оформлена и станет настоящим подарком для тех, кому нравится простота и логика iOS. Но есть и минусы. Для полноценной поддержки русского языка придется скачать на одном из форумов специальную модифицированную прошивку. LTE тоже может работать не во всех версиях. Пожалуй, главный недостаток Xiaomi Redmi 2 это отсутствие официальных продаж в России. Если бы он стоил у нас те самые заявленные 120 долларов, то даже по нынешнему курсу разлетался как горячие пирожки. Но реальность такова, что смартфон лучше заказывать в зарубежных интернет-магазинах. Благо, проблем с доставкой уже давно нет. И цена получится именно такая, как рекомендовал производитель без наценок наших перекупщиков. Если вы не боитесь отсутствия официальной гарантии и необходимости прошивать смартфоны модифицированной прошивкой для России, можете приобщиться к чудному, дивному миру истинно китайских смартфонов. По такой цене Xiaomi Redmi 2 практически не имеет конкурентов со сравнимыми характеристиками. Ближайший Huawei Honor 4C дороже, но оно и понятно, за официальную гарантию и поддержку нужно платить. А у А-брендов не будет такого процессора, HD-экрана, LTE и много чего другого. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и приходите общаться в комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok